Желаю мира и приятного просмотра, с вами я Скоберовский и сегодня мне исполняется 28 лет. Да, вот такой вот я старичок, можете меня поздравить в комментариях. И первые 5000 комментариев я пролайкаю, в знак благодарности, что вы высказываете свое мнение. Сегодня я хочу приготовить праздничный стол за 400-500 гривен, а продукты я буду покупать в гипермаркете Ашан, куда я сейчас отправлюсь. Так что запасайтесь вкусняшкой, ставьте лайк и всем, ребят, приятного просмотра. Итак, сразу же я попадаю в хлебобулочный отдел, хочу взять нарезной батон или же украинский. Давайте посмотрим, что здесь есть интересное. Возьму вот такую вот буханку батона, нарезного, стоит он здесь 14 гривен, 13 копеек. Закидываем в телегу и погнали смотреть дальше. Вы не подскажете, у вас есть торт Наполеон или Прага? Я что-то не вижу. Вот, супер. Вот такой вкусочек возьму, да. Вещи на Полеон, это пирогичные. Не, я возьму большой, наверное. Вот такая упаковка тортика стоит 109 гривен 85 копеек. Закидываем. Спасибо. Также я хочу взять какое-то мясо дешевенькое. Пересматриваю ассортимент и вижу здесь крылышки по 38 рублей. Это вообще шикарная цена. Килограмм 200 это очень много. Давайте возьмем упаковку поменьше. Например, вот такую. Здесь 1 килограмм 98 грамм. Дальше тут проезжаю рыбный отдел. Надо взять селедку для шубы. Посмотрим, почем она здесь. 44 гривны 90 копеек. Возьмем одну штучку. Здесь 366 грамм. На 16 гривен 43 копейки. Наша рыбеха обойдется. Дальше. Попадаю в овощной отдел. И сейчас будем по кругу проезжать и сразу же все закидывать. Пакетико только возьмем. Так нормально. Морковку. Возьмем штучек 6. Потому как хочу сделать мимозу, шубу и оливье. Давайте закидывать. Она, правда, небольшая. Девять штучек закинул. На весах кнопочка 173. Дальше надо взять картошку. Самый простой вариант. Здесь по 7,45. Там уже идет подороже. По 9, по 11. Давайте посмотрим, в каком она состоянии. Можно что-то выбрать. Вот есть более-менее. Целый пакетички набрал. Сейчас надо это все взвесить. Тут кнопочка 179. Там 173. Морковки почти на 800 грамм. Кнопочка 173. Обойдется на 9 гривен 4 копейки. Нормально. А картошка, она сама по себе тяжелая. 1,8 кг. Кнопочка 179. Нажимаем. На 13 гривен 72 копейки. Закидываем дальше. Нам надо лук. Он здесь по 18,50. Давайте возьмем, который идет поменьше. Вот этот мягкий, не катит. Вот эти вот две нормальные. Возьму 5 штучек. И также хочу захватить чеснок. Он здесь по 50 гривен. И давайте посмотрим, что тут по луку. 366 грамм. Кнопочка 145. На 6 гривен 73 копейки. А чеснок 153. На 2 гривна 20 копеек. Чуть не забыл. Для шубы мне еще понадобится свекла. Она здесь стоит 10 гривен 75 копеек. Давайте возьмем две штучки средние. Вот такую. И вот эту. Итак, здесь почти полкила. 420 грамм. Кнопочка 190. И свекла обойдется в 4 гривны 49 копеек. Хочу еще взять мандарины. Но вот этот вариант очень дорогой. 31,50. Давайте поищем. Может быть еще нибудь попроще. Турецкий по 39. Вот этот вот мандарин по 34. Получается, мандарин Клементин. Это самый дешевый вариант. Поэтому возьмем несколько штучек. Заодно тут можно попробовать. Сладкий. Вкусный, да? Да. Хороший. Давайте посмотрим, сколько тут получится. Полкило. Кнопочка 36. Сжимаем. Мандарины обойдутся на 18 гривен. Дальше надо взять сыр и колбасу. Так что поехали туда. Посмотрим, что тут есть интересное. На столик надо взять какую-то нарезочку. Здесь дешевый. Тут салями вот такая вот. Здесь польская по 15-30. И ореховая по 14-95. Так что возьмем. Такой пакетик здесь 80 грамм. Тут как раз проходит дегустация колбасы. А нам надо варенка. Слушай, а мне нравится. Так что я возьму, наверное, кусочек. Вот такой. За 53 гривны 74 копейки. Здесь 364 грамма. Дальше поехали в сырный отдел. В самом конце. Там находятся голландские по 129. А российские по 115. А можете там кусочек силипом достать? Да я там не достану. Тоже понятно. Я попробую. Ааа. Так, держите. Пожалуйста. О, да, он уже спрещен. Да, он уже залежался. Ну это старый. Поэтому они его ценили. Среди российского сыра нет нормальных кусочков. Поэтому возьмем голландский. Я тут нашел вот такой вот вариант. За 26, 85, 208 грамм. Так как у меня все салаты на майонезе. Поэтому нам надо выбрать какую-то большую упаковку. Возьму, наверное, вот такую упаковку. Он проверенный. Хотя стоит не дешево. А, хотя, в принципе, возьму, наверное, чумак. За 30 гривен тоже неплохо. 6,57%. Дальше. Надо взять куриные яйца. Самый дешевый вариант по 2,19 поштучно. Возьму десяток. Дальше. Пришел консервный отдел. Надо взять горошек для оливье. 11,50. Супер. Вот такая вот баночка. 420 грамм закидываем. И еще хочу взять шпроты. Давайте пересмотрим, что подешевле. Вот. Шпроты в оливье. С 30 грамм. 16 гривен 70 копеек. И для мимозы нам понадобится рыба. Так что, давайте пересмотрим, какая подешевле. 45, 42. Возьмем вот эту вот за 41,02. Возьму вот такую вот хортецу сребную 35,80. Здесь 200 грамм будет достаточно. Потому что я сам алкоголь не пью. И вам не рекомендую. Вдруг кто-то зайдет в гости. И еще возьму бутылку шампанского. Вот такую вот советскую за 89 гривен. Здесь 0,75. Также я хочу взять сладкую воду. Пришел в сладкий отдел. Давайте посмотрим, что здесь интересное. Давайте возьмем вот такой вот лимонад. Росинка. 13 гривен 65 копеек за литр. Закидываем телегу. В принципе, я взял все, что мне понадобится. Сейчас буду выкладывать товар, рассчитываться. И посмотрим, сколько получится за наши продукты. Закупочка у меня получилась чуть дороже, чем я рассчитывал. 592 гривны 25 копеек за все продукты. Вот я их уложил в два пакета. Сейчас буду отправляться на бесплатную маршрутку. Так что, ребят, не переключайтесь, потому что впереди самое интересное. Ребят, пришел домой с покупками. И Дилет затащил эти пакеты. Первым делом надо поставить овощи, чтобы их отварить. Потому что много времени займет. Берем рунделок. Сейчас закину сюда яйца. И наберу сюда воды. Вот тут вот пусть варятся. Овощи помыли. В общем, закидываем их в кастрюлю, чтобы отварить для салата. Яйца тут уже начинают кипеть. И походу одно яйцо у меня разбитое. Вот. Я, наверное, его кознул во время маршрутки, пока ехал. Ставим эту дальнюю. Все. Горит. У себя варятся овощи. Кстати, и второе яйцо тоже треснулось. Походу из-за того, что маршрутка очень жестко тарабанила, я их немного разбил. Ножик поделать. Будем варить. Такие уже, какие они есть. Ребят, сварилась моя картошка вместе с яйцами. Я их выключил. Вот так это все выглядит. Теперь их надо почистить. Вот таким вот образом почистил яйца. И они тупо все полопали и белок повылазил. Но ничего страшного. Мама мне будет помогать чистить овощи, чтобы это все было быстрее. Поэтому я сейчас буду начинать нарезать оливье. Первым делом берем морковку. Разрезаем ее напополам. Затем вот так вот вдоль. И затем вот такими вот кубиками нарезаем. И перекидываем вот сюда вот в кастрюлю содержимое. Итак, в общем, друзья, не знаю, записала камера, не записала. Кастрюлю я добавил для оливьешки. Морковку, картошку и колбаску. Сюда еще надо добавить яйца. Потом горошек и огурец. Да, я еще туда добавил лук. Правда его там что-то не видно. Вот, есть. Дальше берем яйца и рубаем кому как нравится. Главное, чтобы было мелко. Дальше берем открывашку. Нам надо открыть горошек и добавить его в нашу оливьешку. Открываем это все. Водичку в кружку сливаем. И затем горошек перекидываем вот сюда вот в кастрюльку. Вот так вот. Осталось нам последний штрих внести, это огурец добавить. Я его не покупал, потому что, слава богу, у меня есть мама. А мама у меня закрывает их вместе с батей. Каждое лето. Поэтому порежем два огурчика. И огурец перекидываем вот сюда вот в нашу кастрюлю. В принципе, все. Оливье готовое. Осталось только внести последний штрих, это добавить майонез. Поэтому открываем его и наливаем вот сюда вот. Вот так вот. Будет достаточно. И перемешиваем майонезик. Вот так вот. В принципе, все. Оливье готовое. Следующий салат я буду готовить, это селедка под шубой. Поэтому берем рыбешку. Мама ее почистила. Вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее разрежем и повынимаем косточки, которые тут повылазят. Так что разрезаем вот так вот вдоль. И затем нарезаем на вот такие вот кубики. Вот так вот. И сразу же тут повылазили косточки, которые мы не убрали. В общем, вот так вот убираем их. Вручную или же пинцетом, кому как удобно. Это все убираем. Пришлось мне немного поиграться с рыбкой. Но, в общем, я повынимал все косточки. Вот так это все выглядит. Теперь берем луковицу. Небольшую. Вот такой вот будет достаточно. И надо ее нарезать очень-очень мелко. И лук теперь перекидываем вот сюда вот наверх. Вот так вот добавляем. И наверх теперь натираем картошку. Вот так вот. Следующий этап это майонез. Поэтому распечатываем его. И наверх вот так вот наливаем один слой. Ложечкой вот это все размазываем. Чтобы оно хорошенько пропиталось. Как раз-таки тут и мама мне помогает. Огромное ей спасибо. В общем, она поставила картошку вариться. Будет хорошая тофтанка. И она сейчас пожарит крылышки, пока я там буду заниматься. Теперь наверх натираем морковку. Вот так вот. И теперь натираем свеклу наверх морковки. Вот таким вот образом. Осталось на шубу добавить последний слой. Это майонез. Поэтому берем эту упаковку. Распечатываем и выливаем вот так вот наверх. Ложечкой это все вот так вот размазываем. Теперь я хочу приготовить третий салат. Он называется мимоза. Так что берем тарелку. И на первый слой будем добавлять рыбу. В принципе, подойдет любой другой тунец. У меня скумбрия. Выкидываем вот сюда вот все содержимое. Затем ложкой вот это все вот так вот разравниваем. На второй слой я буду добавлять картошку. Поэтому берем и натираем ее на терочке. Вот так вот наверх. Выдавливаем немного майонеза наверх. Вот так вот. И размазываем по картошке. Вот так вот. Затем наверх лучок перекидываем вот сюда вот на тарелку. Вот столько. Потому что вот это по идее лишний. Теперь наверх натираем морковку. Вот таким вот образом. И затем после морковки добавляем майонез. И ложкой размазываем. Все красиво. И наверх натираем белок от яйца. И затем опять добавляем майонез. Вот так вот. После чего берем твердый сыр и натираем наверх. Сыра у меня ушло примерно 100 грамм. Вот это лишнее. Теперь наверх выдавливаем майонез, который у нас остался. Его наверх надо не особо много. Как раз таки нам хватит. И осталось снести последний штрих. Это натереть желток от яйца. Это мы берем. И вот так вот наверх натираем. Вот и все. Салатик готов. Пока я занимался салатиками, мама тут уже пожарила несколько гренок. Крылышки вот такие вот. Куриные. И топтанка. Сейчас буду чесночком вот так вот натирать. Вот эти вот греночки. Вот таким вот образом. Затем наверх будем добавлять вот такие вот шпроты. Пока там мама дожаривает последнюю партию греночек, я водочку перелью в такой графинчик. Открываем. И вот сюда вот переливаем. Так оно будет лучше смотреться, чем чекушки. И теперь можно распечатать вот это вот салями. Выложить на тарелочку нарезку. Смотри, какой с него даже вода стекает. Что это такое? Укропчик на балконе у нас вырос. О, так можно добавить на гренки. Да. Это специально, да? Ну, да, вырос. Четку. Пригодится. А я тут пока колбаску выкладываю. Вот так вот красиво на стол. Друзья, в общем, накрыли мы на стол. Выложили все, что мы приготовили. Тут у нас мандарин и клементин. Шубку сделал. Вот такие вот греночки хорошие. Потом салат мимоза. Мясо, картошечка. Холодец. Я его не покупал. Это сделала мама. Большое спасибо. Остальное, в принципе, все уже я купил. Вот такая вот оливьешка. Тут нарезочка. Тортик со свечкой. И тут у нас водочка. Шампусик советский. И лимонадик. Саюшечка, я тебе сюрприз приготовила. Да? Да, можно достать из-под диванчика. Да, давай. Там посмотришь. О, спасибо большое. Спасибо тебе. Мой золожка любимый. Так как мы проголодались, давай подкрепим жучка. Картошечку тебе положить? Да. Давай немножко. Да. Так. И себе тоже положу. Там еще в кастрюле есть картошка. Так что? Да, если что, добавки добавим. Так. Гостям хватит и нам. Давай что ли лимонадик налей. Давай. Я же трезвий не купил. И плюс я тоже не пью. И вам, ребят, не рекомендую. В этом году хочу встретить Новый год трезво. И вам всем советую. За твою здоровечку. Чтобы ты был здоровый, крепенький. Спасибо. И счастливый. Чтобы твои все, 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 все мечты сбылись. Спасибо. А теперь загадай желание и задуй ее. Потому что она уже, смотри, сколько. У меня желание очень простое. Я хочу, чтобы под этим роликом набралось 20 тысяч лайков. Вам это мелочь, а мне будет приятно. О, пошла, пошла. Что это ей приснилось? Да вот смотри. Мухобойку нашла. Лазит по этим коврам. Что ты туда лезешь? Мухобойку нашла. Я не разрешаю там ей крутиться, но она туда любит. Батя ее так разбаловал. Ну, посмотри, мухобойку зачем берешь? Ты посмотри, что она творит. Ох и горы. Левочки любит. День рождения. Только раз в году. Посмотри, что творит. Ладит. Не снимай мухобойку. Твои все желания сбылись. Лайки, все дела, подписочка. Китюня, ну ты посмотри. Дорвет наш ковер антикварный. И до новых встреч, друзья. Всем пока.